всех приветствую мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры в христе все сердцу дорогие моему люди на земле всех приветствую всем желаю всякого блага отличного дня прекрасного настроения всего самого лучшего в души ваших дома ваших семьи вашего вся сфера жизни вашей чтобы все вас было хорошо сегодня у нас с вами ролик называется жизнь или смерти древо жизни древо познания добра и зла добра там надо ставить в кавычках сегодня мы с вами об этом поговорим узнаем записать его и выложить на проповеди решил потому что за несколько роликов до этого вы смотрели кто последовательно смотрит кто нет рекомендую посмотреть ролик я есть бога нет я есть начало и конец и там я надежда тишли как-то как раз написала комментарий о том что мои ролики я не знаю видимо стали какие-то такие что ими нельзя делиться соцсетях потому что они лишь только для тех кто знает евангелие еще что-то ну я конечно с этим не согласен вот и иисус евангелие хоть и говорил каудеям как он пришел к погибшим овцам дом израиля говорил он много и от ветхого завета делал ссылки но говорил он со всеми по-разному да и вы знаете меня как на этот комментарий видимо переклинило это как раз кстати было когда я записывал этот ролик и я попытался слепить какой-то гибрид между евангельским библейским языком и не явление не библейским да ну я четко в комментариях может кто-то не заметил или не задал такого вопроса потому что я сказал что типа вот ну кто помнит я рассказывал об этом алгоритме познания добра и зла через боль через ощущение своего тела через грань видимого и мира который у меня чувственная да у каждого человека ну и там я на примере древо познания добра и зла так скажем дерево познания истин написано в библии сказал что типа ну вот если тебе вернулась добром ты это принимай и вкушай да если злом отвергни но кто знает библейский историю библейскую это не просто история но история человечества да не история смысле легенды или рассказы реальная история грех падения человечества знает библию 1 2 3 главу тут знать что естественно господь сказал не вкушать от древа познания добра и зла то есть соответственно как бы не вкушать от зла и вы знаете опять же многие коверкают начинают говорить что вот в первой главе это бог создал человека потом это потом там дьявол начинает что-то мутить и вот это вот запрещение всякие гностики атеисты new age там сейчас все только нету всех этих сатанинских культов и религий сект что только сейчас по эзотерика все это начинает что от люцифер это так это люцифер это вестник света ангел света это вот светлый ангел это он дал людям познания добра и зла он разрешил еве вкусе и садам а бог это сатана на самом деле поэтому ваше христианство это ложь там евдоизм это ложь но это бред это полный бред я в своих роликах об этом говорил я сегодня решил записать ролик свободной такой форме как я это обычно делаю на проповеди хотя у меня на эту тему и вот именно просто кто внимательно послушал бы тот ролик я есть бога нету да и все мои ролики вот на канале христолюб библия если вы откроете здесь ветхий завет перейдете в раздел да и откройте любой плейлист ну либо полностью плейлист писания ветхого завета либо книгу бытие вот мы с вами можем по бытие хотя бы перейти на плейлист да и вот эти вот все ролики первые которые вы увидите на первые три главы у меня получилось так скажем три круга то есть я записываю вы их видите я давно писал тут три ролика не вот с другими значками потом еще раз я записал еще вот бытие 1 2 глава и бытие 3 7 глава опять выйти с другим значком то есть у меня таких три круга то просто я решил почему сегодня этот ролик записать у кого-то может возникнуть конфликт он то одно говорит то другое вот я вам скажу что игру из этого гибрида так скажу моего экспромта ничего хорошего не получилось меня сам господь на сердце обличил я решил записать этот ролик конечно же никакого дерева познания добра и зла от которого надо добро вкушать а злу нет ну по библейски не существует поэтому знаете я не буду себя ничего строить в будущем буду говорить так как я говорю кто захочет тот поделится вы знаете я думаю что если мой мои проповеди мои слова услышат человек далеки как кажется от христианства даже вы знаете вот он может как раз заинтересоваться согласно же этим христианством потому что он слышит от меня первых то что немного еще услышишь на ютубе том же самый в той подачи в какой я говорю об исусе и евангелии христианстве о библии да вот а каких бы истинных причем евангелие это не что-то такое узко христианское ты всем людям да и то что мы рассказываем и говорим евангельским языком евангельскими притчами словами ссылаемся на иисус так может все как раз появится желание прочитать евангелие узнать об иисусе поэтому я говорю больше таких гибридов делать не буду да надежде конечно спасибо за то что я лишний раз попробовал убедилась как делать не надо я буду говорить тем языком как кем у меня он есть этот язык конечно же библейский вот я буду говорить именно им подстраиваться под язычников говорить там на их нем языке есть тут конечно же не то что вы поняли да любой учитель он умеет разговаривать со всеми это понятно в общем я надеюсь вы поняли смысл да что я хотел донести поэтому конечно же в этом ролике и в том ролике по идее картинка должна была быть вот такая то есть когда мы делаем доброе дело да то она у нас древо жизни давайте прежде чем к этой картинке тогда перейти мы с вами прочитаем что ну естественно книгу бытие чем как всегда я вас прям вам на экране всегда все показываю прежде всего мы смотрим контекст 1 глава и сотворение мира кратенько описано всего мира человека начинается 2 глава у 2 главы опять же есть свой так скажем своя структура то есть первые сколько тут 6 стихов это краткое описание первой главы о том что бог сотворил всю эту землю не были землю и небо и уже 7 стиха начинается творение человека да у меня все с картиночками все видно сразу понятно о чем идет речь да ну давайте прочитаем как начинается и создал господь бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой вот мы с вами прочитали сотворение человека она дублируется как первая глава и нам уже будет более подробно рассказано что же дальше мы с вами пропустим с 8 по 14 стих потому что там идет речь о реках до которая и насадил господь ну давайте ладно прочитаем ничего это говорит и насадил господь бог в дм и рай в дм и на востоке поместил там человека которого создал да чё то мы пропускать ничего не будем и произрастил господь бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошая для пищи и древо жизни посреди рая так посреди рая древо жизни и дерево познания добра и зла все эти деревья древо жизни и древо познания добра и зла где они посреди рая из эдема выходила река для орошения рай и потом разделялась на четыре реки имя 1 фисон она обтекает всю землю хавила ту ту где золото и золото той земли хорошие там бдалах и камень оникс имя 2 реки гихон она обтекает всю землю куш имя 3 реки хиды кель она протекает притасири четвертая река ефрат и взял господь бог человека которого создал и поселил его в раю чтобы возделывать и хранить ну это означает конечно же подвязаться в заповедях и заповедал господь бог человеку говоря что он сказал от всякого дерева раю ты будешь есть и от дерева познания добра и зла не от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь вот она как говорят первая заповедь а по сути это просто закон бытия символьно нам рассказаны не зря все я это вот так вот выделил вот оно это наше дерево вот оно все это наша суть и здесь все понятно теперь мы возвращаемся к нашей вот этой вот картиночки о чем же сказал господь и кто смотрел мои те ролики я там постоянно вот эти картинки показывал просто сейчас чуть по-другому показал там тоже самое вот я показывал человека вы знаете здесь к сожалению рисовать нельзя почему-то когда ты картинки через браузер загружаешь и из архива рисовать не получится но вот вы видите двух людей я даму с его посередине я вот так курсором буду водить чтобы вы видели или его не видно вот теперь видно курсор вот я рисовал вот она истина древо жизни а вот она ложь я таким перевернутым его корнями вверх нарисовал да ну вот за мной не видно тут получается только до сейчас я тебя вот так чуть чуть помещу повыше а вот оно древо лжи я его так и написал лжи истина или добро и ложь или зло вот они адам с евой это древо познания добра и зла между чем и чем они выбирали зло человек никогда ну уже совсем еще если не совсем обезумел никогда человек зло в чистом виде принимать не будет кто будет яд пить этот яд что надо сделать красиво упаковать это лжевыбор я эту потом вот такую вот картинку показывал то же самое да то есть истина ложь как человека совратить человек помещается в лже систему и таких лже истин может быть я вот так рисовал много 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 ну я схематичную картину показываю ложь разделяется на лже истину то есть типа добро и ложь и ты тип типа ты выбираешь между добром и злом на самом деле ты же находишься во зле ты выбираешь зло кажется что у тебя есть выбор мне ты уже в лже системе ты в лже находишься в за во зле ты выбираешь лишь я примеры конечно же вам дам сейчас я просто хочу иллюстрациями это все продемонстрировать поэтому конечно же правильно картинка должна была быть вот такая в том ролике то есть мысль у нас исходит до мысль превращается в дело какое-то дело если это дело дело доброе что такое древо жизни кто такой жизнь я есть путь истина и жизнь уже все это прекрасно помните древо жизни истина любовь иисус год я есть прежде нежели авраам я есть я отец одно он жизнь он бог он а бог есть любовь мы прекрасно своим видим да и знаем из писания поэтому кто в кто кто делает добро ему это возвращать естественно добром ну про праздник потом через христианство мы знаем что даже если тебе добро злом возвращается когда тоже опытом научился что это добро ты все равно принимаешь и вкушаешь и еще и делаешь это добро ты отвечаешь даже на зло добром отвечаешь но ты уже ты уже опытом ну навыком как писала некий автор послания к евреям тоже Ново уже навыком, чувствуй у тебя, приученный, у тебя уже внутренние, я знаю, что такое добро и зло. И когда ты даже натворишь добро явное, ты знаешь, но тебе отвечают злом, это не говорит, что это ты зло сделал. Помните, я им этот алгоритм нарисовал, твой внутренний я уже научился, что такое добро, что такое зло, да? Ты понимаешь, что тебе просто отвечают злом на добро, но ты должен ответить добром на зло. И поэтому, когда ты добро получаешь или хорошо тебе, наслаждение, удовольствие, как я говорил, да, вкушай это и уже повторяй постоянно делать, да, если тебе это окликнулось злом, отвергни, то есть прикасаться можно, оно тебя прикоснулось, оно тебе отразилось болью, ты ударил кого-то, он в ответ тебе, ты понял, так, бить нехорошо, да, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Я ударил человека, я вот чистый человек, ребенок родился, Бог меня создал первым в раю, дал мне другого человека, неважно, мужчину, женщину, может Бог женщину первую создал, придумали, что это мужчина, а может он их вот так разделил, а это мужчина оказался второй. Вдарил, он ему в ответ, все, он почувствовал здесь боль, как внутренний человек, как я вам рисовал по тем слайдам, сегодня я вам по фотошопу все это показывать не буду, я лишь конечный слайд показываю. Что ты должен делать? Не вкусить это, у тебя дошло досюда, тебе это причинило боль, все, эта телесная боль перешла в душевную, как хотите, да, все, ты духом отвергни, потуши от всей, больше никогда этого не делай, не вкушай этого. Если ты опять сделал, значит ты вкусил, ты принял, ты стал частью этой природы, если ты уже сознательно, и еще раз ему в ответ, все, ты вкусил от древа познания добра и зла. Ну, я вам объяснял, уже слайды показал, это лживое, это так названо, вы знаете, ну почему так Библия написана, я не знаю, понимаете, она была писалась когда-то на еврейском, в каком еврейском, вы понимаете, когда это было написано? Первая книга Бытия, я вам всегда говорю, я до сих пор понять не могу, почему ее называют Пятикнижем Моисея, почему книгу Бытия Моисею переписывают, он ее не автор, не участник, нигде никогда ни он не говорил, что он ее писал, ни кто-то из авторов, это летописи, передаваемый таки сборник летописей от человека от первого, да, от Адама с Евой до Моисея, до книги Исход, вот это да, книга Исход начинается с Моисея, с рождения Моисея, вот даже нету о нем ни слова, нету в последней главе, в последних стихах книги Бытия, ее разделили четко, это собранные летописи, которые еще от допотопного человечества перешли, это еще, я уж на край, я поверю, что это Ной все написал, но никак, естественно, не Моисей, я имею в виду хотя бы первую, вторую, третью главу, до шестой главы, все до потопа, первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, я еще поверю, что Ной написал, хотя он скорее всего передавал, и так как все уничтожено было, то ли взял он, может быть, старые летописи, то есть сам что-то писал, или сам написал после потопа, но это никак не Моисей писал, да, вот, слушайте, ну еврейский, который, даже какие-то рукописи у нас там есть, кто знает, до сих пор существует, по которым все эти переводы делаются, но кто знает, древние еврейские, как и вообще древние языки, они пишутся даже без, без этих, без пробелов, без пробелов, кто знает, без, без гласных, которых мы сейчас имеем в современном языке, это, это набор согласных, гласный, который ты сам подставляешь, и ты можешь прочитать как Бог, так и бег, о или е, или Бог, или бег, я бегу, или это Бог, и ты только лишь по смыслу подставляешь, там какие-то значки наверху, кто знает, слушайте, какие там кавычки, это я, естественно, сейчас Духом Святым вам уже открываю, реально, потому что это, потому что это ежу должно быть понятно, это то, что написано в книге Бытие, это акт, как я всем говорю, дарение человеку свободы, свободы выбора, свободы выбора между добром и злом, вот и все, он символьный, прекрасно нам описанный, конечно, я верю, что никаких деревьев в раю в этом не было, конечно, рай был создан, вот, и может быть, вернее, может быть, они и были, я не знаю, как символы, но понятно, это описано нам зеркально, потому что Господь сказал, Царство Божие внутри вас есть, все, что снаружи, сам мир, Бог сотворил, проецируя себя, как кинотеатр, вот, во вселенную, мы точно так же, поэтому это, естественно, описание, может быть, и внешнего, и Господь все это внешне сделал, я, в принципе, и не спорю, как бы, с этим, но это не суть, важно было ли это внешне, а вот то, что это описано внутренне, природой человека, это, конечно, древо жизни, древо познания добра и зла, ну, добра здесь в кавычках, тогда у нас все складывается, тогда все эти исторические учения всякие мы выбрасываем спокойно, потому что это не Люцифер такой добрый и дал людям познание добра, а то вот Бог запрещал им добро знать, здесь добро в кавычках ставишь в русском языке и все у тебя сладненько-складненько получается, это древо, естественно, как я сейчас закончу на живых реальных примерах, я лишь набросаю несколько штучек, вы можете их миллион в жизни привести, уже проживя какую-то часть этой своей жизни земной, вот и все, поэтому все просто и складненько получается, я говорю, все это я показывал, это вся система так построена, современная, причем эта схема, о которой я говорил, она же везде применяется, в политике, в религии, в науке, везде, человек помещают в ложную систему, дают ему иллюзию выбора, между лже и истиной, это не истина тоже, это лже истина, ну, ее вам называют истиной, и ложью, и типа вы выбираете, в чем вам таких выборов, чем больше сделаем, тем у вас больше иллюзий, что вы выбираете, но это не так, вы должны выйти из этой системы, вот когда вы сюда встанете, между действительно древом жизни, древом познания добра и зла, и действительно между Иисусом, между истиной, между любовью, тогда да, дерево это, кстати, я не просто так его изображаю, как вы видите, вот надо было крупненько вам показать, кстати, здесь можно рисовать, да, что-то я, вот на это можно, я не зря его сюда, видите, это я сам собрал картинку, я сюда и спираль бога поместил, древо жизни, бесконечности, и вы видите, сердечки, плоды я сюда, не видя, причем яблочек, потому что там нигде даже в бытие не написано, что это яблочки, вот когда ты творишь добро, любовь, как хотите, ну любовь, это совокупность, совершенство, это когда ты и терпишь, и все, вот эти плоды вкушаешь, да, ты от них получаешь наслаждение, удовольствие, ибо всякое дерево, в том числе от древа жизни, ты должен был вкушать, естественно, вот, это дерево то же самое, это действительно дерево любви, как и деревьев было много, есть и дерево любви, терпения, и мира, и так далее, не зря Павел сказал, что любовь это совокупность, совершенство, вот это древо жизни, это символ совокупности всех деревьев, которые были разрешены человеку, а здесь я тоже так нарисовал, типа вот желтенький символ света, да, солнышко, да, бога, нет, это лже, внутри там яд, такая же смерть, вот и все, поэтому оно вот такой зеленой кроны, это дерево, да, это, я говорю, ну так написали, ну мы духом должны, святым уже всю истину давно, должно, давно распознавать, и она ребенку, понятно, вот это вот древо, это лишь иллюзия, на самом деле, что там, что там, просто с одной стороны, ты типа явное зло видишь, да, оно злой, это злой плод, смерть несущая, да, а другой тебе под хорошей, под хорошей оболочечкой, какашечку в хорошую оберточку завернули, и ты думаешь, сейчас развернешь, съешь и так далее, или даже это какашечка в шоколадочке, да, ты ее раскусил, а там что, а там яд, а там какашечка, да, невкусная, вот, вот я поэтому так и изобразил, все это должно быть вам, я говорю, очень-очень понятно. Я вот себе накидал так, ну про плейлист я вам показал, да, я говорю, потому что кто, я просто хочу, чтобы это было даже на этом канале, уж ладно, хотя я всем рекомендую именно посмотреть тоже по бытию весь плейлист, начните, я говорю, несколько раз я уже записывал, да, там-то я по порядку все это читаю, я всегда одно и то же говорю, чтобы не было у кого-то раздвоения, поэтому я решил все-таки поправить тот ролик, и на древо познать добра, и в следующий раз так и буду говорить, потому что я, говорю, попытался какой-то гибрид такой слепить экспромтом, что типа, вроде языком библейским воспользоваться, ну и вроде как для всех понятно, есть добро, есть зло, да, это во всех культурах, во всех народах, но я вроде употребил это слово, кто-то понимает, кто-то знает, что там, я правда не помню, что честно, я не стал там ролик пересматривать, у меня просто сердце обличало, Господь, я решил ролик отдельно записать, да, вот, может я там не прям так сказал, ну, я и говорил, да, что вкуси, вот зло, вкуси добро, если ты будешь дальше делать зло, отвергни, да, вот, ну все же знают, что Бог-то сказал человеку в районе, я-то не зря сегодня специально прочитал, что вообще от него не вкушай, от него не можешь никакого добра взять, по библейским, в реально, именно смысл, именно этот, вот, поэтому я не хочу больше никаких гибридов сделать, чтобы ни у кого не было ни вопросов, ни раздвоений тоже, вот. А примеры очень живые, вы все их в жизни знаете, мой любимый, начнем с чего я, это очень важно, вы знаете, насколько это важно, действительно, один паренечек, я, может, как-нибудь поделюсь, надо с ним вообще списаться, сейчас канал тоже открыл, голос миллионов, как-то так, голосу of millions, он по-английски назвал, типа, голос миллионов животных, ну, веганец, молодой такой, я, правда, не знаю, на вид молодой, вот, ну, он только второй ролик выпустил, посмотрим, хотелось бы мне с ним и пообщаться, я ему напишу, вот. Поэтому я, тему веганства, теперь вегетарианства, вот сюда очень жестко трогать, вам живой пример, я всегда говорю, вот, первое возьмем, мясо. Очень красиво нам это все пропихнули, очень красиво. Разве кто-то просто так будет убивать животных, вот скажите мне? Нет. Следующий ролик я, кстати, как раз после этого, я через ролик запишу, вы уже, может быть, видели я, сейчас, где значки-то мои, вот они, ролик будет о древе жизни, уже на новой земле, на новом небе будет которая, но, а следующее я опять хочу записать, ну, последний, не последний, буду периодически, но я это в свободной форме буду говорить, а то я именно тоже, просто хочу даже, казалось бы, следующий по смыслу должен идти именно про древо жизни, которое будет в раю, и у которого листья будет для исцеления народов, я о нем сегодня, да ладно уж, давайте тогда сразу скажу, сейчас, как говорю, и покажу вам просто. Вот этот вот ролик, но он будет не следующим, кто последовательно смотрит, я все-таки следующее запишу, вот, об этом, опять, о любви, не люби, что вегетарианство, это все не по здоровью, это все, и веганцы отваливаются, я реально в интернете видел уже эти примеры, почему об этом и говорю, если бы не видел, не говорил бы, вот, вот я хочу сказать, и по древу жизни, у которого листья для исцеления народов мы с вами обязательно запишем, вот, и как нам красиво подали-то с этим мясом, во-первых, очень легко называть это все, знаете, вот если бы вместо мяса подставили бы истинный смысл, значение слова, ты знаешь, я сегодня убил животного, и не мог, ну, не могу, убил и все, убил и съел, но ты знаешь, вот надо убивать животных, потому что, не мясо есть, а убивать животных, потому что надо детям там вот это, вот, витамин B12, надо убивать животных, потому что мне там надо то-то, то-то, то-то аминокислоты, не мясо, мясо не на деревьях растет, если огурчик ты срываешь с помидорчиком, пшеницу собираешь, гречечку, рис, то мясо получается только после того, на твоей тарелке, после того, как ты убил это животное, Причинил ему боль и страдания. Это очень важно понимать. И когда вы начнете называть своими именами, вы увидите, как вы даже произносить этого не сможете. А значит вы в правде или во лжи. Вот вам, пожалуйста. Вот вам схема. Вам очень красиво подали это. Где мои картинки? Я тут теперь буду по ним тыкать. Вот вам вся картинка. Очень красиво вам истину, лжеистину. Какую? Какую вам лжеистину подали на эту сторону? Я говорю, я сегодня нескольких примеров, потому что так их можно до бесконечности. Ролик, как всегда, 10 часов у меня получится уже и так полчаса. Какая лжеистина? Первое. Мясо, а не убийство животных. Это чисто слово, чтобы вам прям ухо и глаза не резало. Второе. Все эти скотобойни у нас с глаз убрали. Ничего мы не видим. Типа там вам рассказывают про гуманное убийство. Их там никакие... Там работают изверги. Никакие там о гуманном убийстве. Речь не идет, туда нормальный человек никогда в жизни работать не пойдет. У него, если со здоровьем, с психическим, все нормально у этого человека, он никогда в жизни туда работать не пойдет. Вот. И эти люди, которые даже домашнюю забивают скотину, это больные люди. Это люди бесноваты. Я прямо говорю об этом. В этих людях живет бес, без злобы, ненависти, полного хладнокровия. Это не люди. Человек не может убивать просто так животных. Я убивал животных, я вам говорю, еще 10 лет тому назад. Все, потом я покаялся. Я больше этого не делаю. Не проплачиваю это никому и никогда. Стыдно не признаться в своем раскаянии, а совершать дальше эти поступки, когда вы знаете истину. Вам это завернули? Что вам завернули? Какая лжеистина? Витамины В12, аминокислоты, минералы, белки. Господи. Да разве Бог положил что-нибудь в мясе полезного? Кто знает, я записал ролик «Чем заменить мясо?» Я одну фразу сказал. Да ничем. Труп ничем заменять не надо. В нем нет ничего. Его не надо исследовать. Его не надо изучать. Это ложь. Вы пытаетесь между лже истиной и ложью ковыряться, вас бес вот так вот крутит. И вы ничего не достигаете. Вы выньте, вы встаньте вон туда, вот где стоит дядя с вопросиком, с красным. Вы туда встаньте и тогда решите, что вам, убивать или не убивать животного? Мог ли Бог в животное, в тело человека, хотя бык, корова, ничего не ест, никаких трупов, и сильный здоровый любого медведя завалит, и любого тигра? Чуть слон не ест никого и полон силы здоровья. То, что Бог в природе оставил, что и хищники едят, вот именно мы-то люди, все творение за нас страдает, стянает и мучается, как Павел писал. Не надо смотреть на животный мир. Бог нам выбор оставил, опять показав, что есть домашнее животное, которое любит нас. Даже в природе некоторым на сердца кладет диким животным, что они от человека не отлазят, кто видел, там ласкаются. Чтобы ты человек, у тебя открылась наконец-то твоя черепушка. Откровение, Павел писал очень хорошее слово, когда ты откроешься истине. И вот все творение стянает из-за нас. Оно, во-первых, свалилось из-за нас. Не животное первое животное убило, а Кайн убил Авеля. Ева вкусил этот плод. Адам, Кайн убил Авеля. Не животное за это делали. И до потопа они вообще друг друга не трогали. А люди их убивали, уничтожали, приносили в жертвы, пожирали. Шкуры из них делали. Головки, наверное, уже тогда ватой набивали себе, как атрибутику или что там. Вот она. Вы в лжеистине находитесь. Вы в системе лжи, которую вам подают, где типа есть истина. И типа, ну это лжеистина, это не истина, и ложь. Выйдите из этой системы, и вы сразу выберете. Конечно, вы в чистом виде. Вы не хотите слышать, что вы убийца. Вам говорят, что ты убийца. Слушайте, я что тебя, клевещу, говоришь, я тебя осуждаю. Да я не осуждаю, я говорю правду о тебе. Я тебя разве осудил? Я тебе в ад послал. Я просто говорю, какой ты есть на самом деле. Вот и все. Я тебя не судил. Я тебе за это ничего не делаю. Я ни приговор тебе не выношу. Никак палач не привожу его в исполнение. Об этом Иисус говорил, потому что его осудили, вынесли приговор и убили. Я этого не делал. Я просто тебе говорю, как Господь сказал, говорите истину. И Павел говорит, говори истину друг другу. Или что, говоря истину, я сделал с тебя врагом. Это вы меня записываете во враги. Не я. Я вам просто говорю истину. Вот и все. Царство небесное – это не царство лжи. Я здесь с вами рядом сидеть не хотеть. Почему я там буду с вами? У нас с вами разное небесное царство. Если мое сердце сейчас спроецировать, в моем сердце нет скотобойни. В вашем есть. Вы будете жить на скотобойне в будущем земле, а я буду жить в раю, где все животные ласкаются ко мне. Вы сами выбрали свою обитель. У Бога там обителей много, и вы будете жить в той, которую вы выбрали. Поехали дальше. Патриотизм. Вы тоже знаете моя любимая тема. Какой Иисус вам нужен? Какая истина вам нужна? Патриотизм. Возьмите. Что нам? Какая лжеистина? Убить человека можно за свою родину. Типа за свою жизнь. А, ну, кстати, там к мясу то же самое. Естественно, это мне надо, это нужно моим детям. Что детям вашим нужен труп убитого животного? В один, в два, в три, в пять, в десять лет. Ну, пойдите, я все время говорю, покажите мне, снимите мне на камеру. Как вы со своим ребенком перережете горло свинье, покажите мне это. И тогда ешьте на здоровье, сядьте прям там и сожрите его даже не жаря, все равно уже согрешили. Не думайте, что вы там с кровью, не с кровью по девятой главе вы там едите. Да вы уже грешники, вы уже в аду давно. Снимите это на видеокамеру и докажите мне, что ваш ребенок хочет это есть и хочет это делать. Оно не с небес. И покажите мне, а мне это показывать не надо, как вы с ребеночком срываете огурчики, помидорчики, яблочки. Снимите на камеру два этих события. И я вам поверю тогда, если ваш ребенок и завтра пойдет делать то же самое. Если он неделю в психушке, не будете его откачивать после того, как вы зарежете и разделаете вместе с ним эту свинью. Не надо мне рассказывать, что такое истинное, что там в девятой главе написано. Если Ной такой же был безумный, как и все, это лишь праведник был из тех грешников, которые были. Это же не говорит о его святости. Это не Бог ему сказал, это Он сказал сам в себе человечеству. Ну хотя бы на этом мы сегодня, на эту планочку мы постараемся остановиться. Ну вы не остановились на этой планочке. И все пошло-поехало по той же самой схеме. Он сказал не убивать и стали убивать. Ну только друг друга, брата не убивай. И все равно стали убивать. Ну давайте планочку теперь человека убийства поставим. Ну нормально, ну норма. Можно убивать, можно жрать человеков. А чего? Ну Ной же сказал нельзя, мы все равно убиваем. Пожалуйста. Ной сказал нельзя, это три брата. Мы все родственники, мы все родственники по крови этих трех братьев. Сима, Хама и Афета. Че же мы, какой патриотизм? Кто тут грань-то положил? Где эта грань патриотизма? Я что-то не понял. Если вы так ссылаетесь на девятую главу, что типа Бог разрешил мясо, так Бог запретил убивать человека. Ни за какой патриотизм, за любую кровь написано взыщут с вас. Вы очень лукавы этими стихами играетесь. Значит как мяско, так там написано. А как не убивать человека? Это три брата. Ной, тогда хотите, Бог дает Ною и его трем сыновьям. Все, там больше не было людей по выходу из этого, ну не считая женщин и жен. Все. Че же вы убиваете друг друга ради родины? Какая родина? Там не было сказано, что не убивай Сима, Хама и Афета, но если Сим с Хамом сойдет с катушек, задуши его. Там такого не было сказано. Там написано за любую кровь взывщица. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Кайн убивает Авеля, Бог полагает печать, знамени на Кайна, чтобы никто его не тронул. Пожалуйста, вам придумали патриотизм, что можно за родину убить. За типа родина, это моя семья, это мои родственники, а это вот сатанисты, фашисты, их можно убить. Кто сказал, это истина? Иисус это говорил? Нет. Это лжеистина. Ее спокойненько пропихнули в сектах таких, как православие, католицизм, протестантизм и всякому-всякому подобного бреда. Я уж не беру нехристианский мир. Пожалуйста. Вы там находитесь? Вон. Вон там. Между истиной и ложью? Нет, вы вот здесь. Вы марионетка. В руках сатаны. Вот и все. Вы находитесь в лжеи истине. Никакого патриотизма нету. Это национализм, это фашист. Что такое, если называю патриотизм, от меня не расслышали? Национализм, фашизм, просто в красивой обертке. Все. Все. Вам чуть грань вот здесь нарезали, вы сегодня убиваете. Насует с этим Давидом. Я говорю, вы читали о Давиде? Тот, который филистимлин там душил, убивал. Через пару лет на стороне филистимлин, спокойненько, как преданный пёс своему князю, вот этому филистимскому, шёл убивать евреев. Вот и всё. Вот вам весь патриотизм. Патриотизм там, где моя задница хорошо. Вот и всё, что вам втирают. И вы идёте убивать людей. Вам линию нарисовали вот тут. Всё, что за этой линией, всё зло уничтожить. И вы идёте по дурости своей. Никогда этого не делайте. Это зло. Следующее. И опять вот прям перед роликом, на скидку, какие мне в голову самые пришли. Их миллион. Если взять сейчас по писанию, это вообще. Не творите милость, то не на показ. Чё я только не слышал. Ну да, лучше вообще не делать. Ведь именно так толкует. Вы сейчас скажете, нет, это вы можете по-другому. И слава богу, если вы думаете не так. Но я знаю и слышал и видел в своей жизни, когда именно из-за того, что их видят и знают о том, что они творят, сделают, творят сейчас в плохом смысле, а вот в хорошем, сделают доброе дело, и они не делают. Ну нет возможности тайно сделать, как там, не понимая этих слов вообще. Я уж не говорю о том, что их вообще в Синодальном, 6.1, кто со мной смотрит Матфея, тот знает, их просто исковеркали. Там те же самые слова, что Иисус на горной проповеди вначале сказал, и скажет ещё потом в конце. Не важно, что Матфей её собрал, была ли она настоящая, или именно в таком виде сказал Иисус. Что не будьте праведниками на показ. Я своз, что сказано в 6.1, но это ладно, я даже эти слова пусть абстрактно собери, хотя я их, в принципе, действительно из Евангелия взял, и отсылку даю именно к Евангелию, именно к Нагорной проповеди. Да разве об этом речь? Да хоть тебя весь мир видит, человек лежит в нужде, подойди его, подними. Да хоть весь мир видит, ты видишь, какую-нибудь там баклажку валяется, да подними, выкинь ты его в мусорку, хоть все тебя видят и скажешь, той праведничек тоже мне доброе дело сделал. Да пофигу на всех, ты будь святым. Иисус всё время говорил, красная линия Евангелия – это не быть на показ, не быть лживым, не быть внутри гробом окрашенным, да. Просто ты знай, если это ты сделал действительно, чтобы тебе сказали, ой, какой хороший, глянь, бумажку убирает, тут же за угол зашёл и сам выкинул свою же, тьфу, плюнул там, да, или сам шёл, что-нибудь ел и выкинул тут же бутылку свою. Эту поднял, видел народ, толпа, ток за угол вышел, сам бутылку пива допивает и выкидывает. Нет, ты должен делать то, что ты делаешь всегда. Неважно, видит тебя, кто не видит, ты такой всегда. Ты её поднял бы, хоть ты в пустыне идёшь, по пустынному пляжу по-дикому, увидел эту бумажку, и ты взял её и донёс до урона. Иисус только об этом говорил. Я и такие проповеди слышал, и дела такие видел. Я от опыта многие вещи рассказываю, не какие-то фантазии. Вот вам, что опять, да опять то же самое. Истина и ложь. Древо жизни и древо познания добра и зла. Вам что, во труд? Не-не-не, ты что? Не надо на показ. Пройди мимо. Ложь, ложь сатанинская. Ты не сделал добра, ты сделал зло. Ты не помог человеку, ты согрешил. Ты грешник, ты во тьме. Всё очень понятно. Коснёмся общего момента. Хотите для христиан, хотите для всего мира, чтобы могли поделиться этим роликом. Это может быть не важно. Я здесь в Библии написал. Может быть в каком угодно кодексе написано. В кодексе военного, чести военного, медика. В любом государстве. Как там, конституция и так далее. Ну, я скажу просто для христиан. Ну, как видите, перечисляю всё такое. Я на примере христианства скажу. Ибо написано в Библии. Написано же вот так, да. Бог разрешил, типа, мясо есть продать. Я говорю, Бог разрешил. Написано. Ибо написано. Слушай, а то, что это убийство, ему всё равно. Вот написано. Я говорю, где написано? Это человеком написано. В какой-то бумажке. О каком-то человеке, который говорит, что он слышал Бога. У тебя что важнее? В 2020 году бумажка переписанная, а переписанная, перетолкованная, неизвестно кем переведённая, неизвестно кем написано, неизвестно о ком, что он сказал, что он слышал это от Бога. Возьмём того же самого иное. Ты на это полагаешься. А ты не боишься оказаться в аду. Потому что это ад в твоём сердце. Потому что ты делаешь то, что противоречит любви, свободе и бессмертию. Ты прекратил жизнь. Ты сотворил зло, а не любовь. И притворил смерть в эту жизнь внёс, а не бессмертие. И что ты? Нарушив свободу. Это животное такое уж свободное, как и ты. Тебя кто-то лишал свободы? Эти коровы в стойла стоят, не ходят у них, ноги подкашиваются от атрофированности. Их только доят и доят, как живые заводы. Ты хочешь всю жизнь просто... Почему ты её лишил свободы? Она хочет гулять. Ей Бог так сделал. Она гуляет. Она ходит. За счёт этого у неё кости не атрофируются, как и у нас. Ты хочешь всю жизнь в колоде простоять, чтобы тебя только доили и кусок булки в рот запихивали? Ты так хочешь жить? Ты почему лишил её свободы? Ты почему лишил её жизни, сотворя зло, да ещё и прикрываешься, что ты такой хороший? Вот вам, пожалуйста, истина и лжеистина. В Библии написано. Мало ли, что там написано. Это противоречит любви, свободе и бессмертию. Да хоть там что написано? Сатана чем искушал Иисуса? Ибо написано. Иисус пытался ему доказать, что он там ему лукавит и извращает. Нет. Он просто на это ибо написано привёл то, что соответствует истине. Вот и всё. Библия – это поле с плевелами и пшеницами. Пшеницу собирай, плевелы выкидывай. Какую сатана ложь посеял среди людей? Библия – это истина. Сшил ветхое с новым, назвал это Словом Божьим, равно истина. И все поступки, все грехи, которые там людские описаны, мы возвели в святость. Я вообще в шоке. Ну, даже... Дальше то же самое. Я просто два раза так написал, хотел немножко расширить. Ну, в общем, я вам всё сказал по этому же принципу. Достаточно этого. Я накидал, я говорю, ролик и так 40 минут. Я надеюсь, всем всё понятно. Если непонятно, мне вас жаль. Истина, она в простоте. Любовь, свобода и бессмертие. Я говорю, не вздумайте оказаться в этой системе. Поэтому древо, ещё раз вам говорю, вот это древо жизни, познания добра и зла, вот так вот это выглядит в Библии. То, что нам описано в бытие, это непосредственно речь идёт вот именно об этом. А древе, всё это прям по сотворению человека, запутям, контекст, всё это, невырывание, всё читается, мудро, всё тут понятно, да. Ничего тут сложного нет. Вот и всё. Поэтому, конечно же, в том ролике, по идее, должен был вот так показать. Ну, уж показал, как показал. Да, вот один ролик будет, ничего страшного. Я говорю, если вы обратитесь на канале Христалю Библии, Отчищение Библии и Иных Писаний, к плейлисту, ну, либо там весь Ветхий Завет есть плейлист, либо, в частности, книга бытие, там все эти ролики собраны, и там у меня получилось три круга вот этих. Я очень люблю с первую по третью главу, ну, даже по девятую, ну, особо по третью, да. И, как я говорил, не знаю, сейчас я Ветхий Завет мы с вами читаем, изучаем, записываем. Не знаю, буду ли я ещё когда-нибудь его читать, да. Вот, но то, что первые три главы... Нет, и книгу бытие я, конечно же, ещё не раз в жизни, надеюсь, прочитаю. Вот, потому что в ней есть глубокий смысл, многие интересные вещи. А уже дальше, скорее всего, буду отсылать просто к дальнейшему чтению, которое вот сейчас один раз запишу. Не знаю, вряд ли через 10 лет даже у меня что-то изменится по поводу там частности вот этих всех Ветхом Завете, что-то там про чтение и так далее. На сегодня у меня всё. Всех рад был видеть. Буду рад слышать вас через посредством комментариев под этим видео, ну, и под всеми остальными. Пишите ваши мысли, размышления, мысли, размышления, эмоции, что открылось, что поняли, что не поняли. Вот. Всех трупоедов, доказывающих истину, лжеистину, убийство животных во благо, людей, да, во благо там, патриотизма. Я баню, не хочу даже на тему общаться. Я говорю, если вы хотя бы молчите об этом, ну, молчите. Кто начинает мне какую-то правду матку, как говорится, доказывать, я с такими даже общаться не хочу. Вот так вот. Хотя, если я узнаю, что вы это делаете, убиваете животных, да, патриотизм там где-то в социальных сетях, я в основном потом с такими людьми потихоньку и общение всё равно свожу на нет. Вам всё закрыто, вы ничего никогда не увидите, вы будете находиться во тьме, и какая истина, ни на какие остальные вопросы, пока у вас ненависть и жестокость, вам не откроется. Я поэтому с этими людьми ни на тему Библии, ни на тему других вопросов, я могу общаться только при том условии, что человек будет слушать и исполнять то, что я ему говорю. Спорить, рассуждать, обсуждать этот бред сатанинский я не хочу. Оставьте это себе, в своём сердце можете это носить. Мне это на голову не возлагайте, мне это всё не надо. Ну, вот так вот. Всех любящих Божьи творения, люблю, целую, обнимаю по-братски. Прощаюсь, до встречи в следующем ролике. Ещё раз зафиксируем по неубийству животных, а через один ролик, как я вам показал, будет тогда о том же самом древе жизни, но который уже вновь появится на новом небе, на новой земле, но почему-то с листьями для исцеления народов. Об этом мы поговорим. Всё, пока-пока.